Сдать в срок. Полным ходом идут строительные работы в детском саду с бассейном на улице Юбилейная в Медвежье-Озерском поселении. Положительную динамику отметил руководитель районной администрации Алексей Вала в ходе очередного выездного совещания. Учреждение, рассчитанное на 240 мест, должно быть готово к 15 декабря. Строители завершили кладку стен. На первом этаже здания продолжается благоустройство территории. Кроме того, в ближайшее время будет расчищена площадка возле учреждения, а на этом месте установлена трансформаторная подстанция. Она необходима для введения в строй социального объекта. Пока же здесь размещены гаражи-ракушки, но это временно. Мы не сможем всю электрику, все оборудование прогнать. Сейчас приступают к монтажу лифты на следующей неделе. Они, имеющиеся мощности, будут их использовать. Но целиком все здание, то есть 300 киловатт, я не прогоню. Да, без нее мы просто здание не сможем запустить в полном объеме. К первому числу придет модуль. Мы должны построить фундамент, ну и, соответственно, подключить этот детский садик к 15-му числу, чтобы было уже электроснабжение по постоянной схеме готово. Идет строительство и в детском саду в новом городке. 28 колонн залиты в основании второго этажа здания. Подготовлены перекрытия под монолит. Работы на площадке ведутся в две смены. То есть двигаемся, все в графике. В подвале ведутся каменная кладка и частично штукатурка начата. Практически готовы к сдаче реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Работы выполнены на 95%. Завершается благоустройство территории. Остались последние штрихи. Учреждение будет готово к открытию. Сейчас вот эти вот, как обычно, мелкие детали устранятся. Я думаю, неделю, там, две на устранение и все. Ну, это уже такая, понимаете, тут работа, там, мытье полов, там, да, там, отскребание какой-то грязи, там, подкрасить, что-то докрасить. Практически готов к приему маленьких посетителей детский сад номер 42 «Солнышко» в микрорайоне Лукиноварина городского поселения Свердловский. Строительные работы завершены. Помещения оборудованы необходимой мебелью. Единственное, что препятствует сдаче садика в эксплуатацию – ряд нарушений пожарной безопасности. Есть ряд нарушений и к автоматической пожарной сигнализации системы оповещения людей при пожаре. При предыдущей проверке было выявлено, что, соответственно, лестничные клетки у нас заужены, немного были, соответственно, застройщик уже этот момент устранил. Есть еще дополнительный проект, который они отработают, пожарники, который усиливает, как бы, безопасность. Да, без изменения конструкции самого здания и без изменения всех элементов, которые в эту конструкцию сейчас уже вписались. Идет, согласно графику, строительство детского сада в микрорайоне Анечково. Рабочие выстраивают перекрытие между вторым и третьим этажами здания. Завершилось выездное совещание у дома номер 19 в Первом советском переулке. Неделю назад на четвертом этаже в одном из корпусов произошло обрушение балки, в результате чего местные жители были эвакуированы и провели ночь во временном убежище. Сейчас перекрытия восстановлены. Необходимые работы по укреплению конструкции мест общего пользования проведены на всех этажах. Там, где провалилось, все отремонтировали. По всем проблемным местам то же самое провели ремонт на всех четырех этажах. И сейчас, на данный момент, проживание и нахождение в этих помещениях стало безопасным. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».